привет зритель кому еще может не спаться в ночи я собиралась это еще вчера записать на удивить отрубилась а сейчас будет обзор моего похода в аптеку апрель потому что мне оставалось немножко скидочной скидки им подписки и так далее и я решила взять от жизни все и заказала себе энтерос гель за 440 рублей паста приема внутрь 225 грамм самая оптимальная дешевая цена и самое прикольное когда у меня были с ними сотрудничество я даже забирала где-то весной перед началом лета какую-то штуку и хотела сделать тогда пообещала сделать а самарный обзор но так получилось что я сделал самарный обзор с другой аптеки у меня еще лежит этот пакетик друг из другой аптеки совершенно не из апрелевский кайт тогда можно было и вообще по отзывам других блогеров я читала и смотрела можно было сделать заказ и в течение недели его забрать теперь можно сделать заказ и только в течение двух суток забрать причем в двое суток ходит то те сутки когда вы сделали заказ допустим сделала заказ там за два часа до закрытия аптеки его собрали мне пришло уведомление что собрали приезжайте забирайте если не успеете то у вас еще сутки есть вот даже в аптеку ру дней пять дается на раздумья на выкуп в общем вот я купилась у меня там еще есть как бы немножко но думаю я что-то заткнулась и там до этого все он был в неналичии два раз он есть у меня еще до 7 ноября там эта скидка по карте клиента которая обычно платная у меня по бонусу бесплатно думаю надо воспользоваться а дальше идет свадьбе я короче заказала на вайприз колготки за 130 рублей артикулы на все это я сам оставлю на стабоксе тут должен быть хлопок поставлю пока я планшет отсюда кошка надеюсь на него не прыгнет я с планшета управляю это тройка я всегда получала в подарок раньше колготки капроновый или не капроновый или типа того тройкой что за тройка видимо размер но я и всегда и смотрю эту тройку иногда она мне нормально иногда на мне как на слоне иногда она мне узковата в общем я заказала тройку какая-то русская русские короче какие-то колготки по виду они напоминают знаете вот с этой стороны если смотреть они напоминают как такие советские колготки на детях и на бабушках не знаю как на ногах вот так что тут а это нога нитки тут уже какие то но с одной стороны чего я хочу за 130 рублей никак не пойму как как они тут потом по мэрию гляну может запишу как они нам не может запишу не запишу так я такое ощущение вот тут ноги разные но по отзывам то они были типа супер колготки да не вроде ноги нормально короче я просто тут пришла к выводу что у меня есть некоторые платья которые можно бы сейчас надевать осенью у нас тут пару дней была зима снова очень перешла наконец-то мужа еще сад хотела наверх изгонять короче осенью сейчас тут можно их одевать то надо надевать надевать эти платья я же не буду их одевать потому что им холодно так вот надо надевать эти платья и надо бы это хоть какие-то колготки мне вроде были какие-то теплые но я не помню что с ними стало живы ли они я решила думаю раз уж я с ютуба получилось свою зарплату и 121 до 64 цента и никто их не откусил по пути сюда от ютуба через турецкий банк посредник-то меня до кредит европа банк короче говоря еду на себя купить колготки вот колготки 130 рублей так у меня тут я подумала что косметики мало не бывают то бишь помад и заказала себе пару помад то мископ мископ я потом интернете уточню как это правильно читается французская помада теперь есть россии по 400 чем-то каждая я артикуль тоже оставлю в инфобоксе надо было конечно взять ножинки потому что она тут в пакетике внутри у нее пупырчатая пленка и до этого пакетика вот пойду я за ножницами так вот я снова тут я их потом продегустирую одну на пустыне баночках а другую на парфюме и уходе ну еще шортиком потом запишу сводчики 0 типа того одна жидкая другая густая но смысле не жидкая возможно у меня подобные цвета уже есть в коллекции что тут подумала что такой такой помады у меня еще не было ну чё они девушка шорит вот она еще слушайте она мало того что она в пакетике потом в пупырочки а потом она еще и заслудированная маткис мископ губная матовая жидкая губная помада вообще она шло как франция но почему-то изготовитель тайвань номинал 2 миллилитра сроком она до 0 625 года нормально 2 это моя не жидкая густая не поверишь зритель это я сделала всего один за одну плойку начисала волосы сверху снизу короче на лоб наклонила голову забрала все пучочек на плойку натянула и стало всем счастье но но слегка уже не я второй раз расчесала и она уже не такое пышное как было просто я вчера готовилась сделать обзоры помыла голову в апельсиновой водой окатила а потом сижу и понимаю что уже час лишним сижу на кухне торможу не особо понимаю вообще что происходит и надо быстрее спать у меня 10 дней была такая полубессонница иногда на трое суток сна не было и вот организм решил что надо лечь спать срочно в 9 вечера а 12 ночи проснуться и захочешь не сломается так запаковали молодцы вот интересно это тоже будет тайвань французская косметика со зритель забегаю вперед или назад не знаю миска потом 04 нет одну камеру тестируют на которую обзор не записала только в стриме ее показывала года назад и у меня телефон ее управляет я потому что вдруг поняла что мне не хватает девайса на который можно нужно можно дома писать шортсы без особого гемора потому что принципе на sony можно писать но у меня одна программа очень долго монтирует на ноутбуке а другая программа сжимая звук на планшете это номер 4 этот номер 4 оба четвертых номера но не чуть камеш собой похоже это по моему было слива а это было вишня но я такое ощущение что не знаю как у них там название кто придумал это ставить тайвань изготовитель тайвань у нас дело для франции обалдеть тут и facebook и instagram и какой-то непонятный зверек и youtube и тик ток 12 месяцев после вскрытия а тут у нас чё деньги есть эти 12 месяцев после вскрытия тут тоже самое все точно также мископ официал прикольно я думала что не продала франции сделаны но нам не так как-то пофиг у меня есть тайвань а тоже что-то уже есть это что-то уже есть ну а я его пока не обозревала кройки в загадках разберусь с ним а потом обозрю ну смысле обозреть то обозрела еще даже не пыталась монтировать пупырочка нет еще есть пупырочка я потом не засамерю нет практически уже разобралась со своим урожаем я нам слегка помидор осталось полусушеных перца надо было морозилку зарезать ну и так это еще что-то и так вот чем это последнее я потом похвастаюсь им в инсте а пока похвастаюсь вам вы может смотрели мои шорсы килина в инсте если на меня подписаны кстати если не подписаны в инсте подпишитесь пожалуйста я хочу чтобы вас там было чуть побольше они за 80 лишним лет всего лишь 350 плюс минус 2 так вот я случайно познакомилась с обалденным порошком мне один шортсус почти ничего не набрал а другой две с половиной просмотра тысяч это на ютубе и в общем сначала я с ним познакомилась так восторгнулась я предложила родне попробовать потому что думаю может у меня такие глюки и он после стирки белью вообще ничем не пахнет оказалось действительно белью вообще ничем не пахнет это не у меня проблемы с носом это он такой шикарный потом я заказала пикаг близкому родственнику ну как бы костюмы пчеловодные стирать надо то все и костюмы говорят пчеловодные обалденно стирал а тут у меня у подружки дыры случается ну и обычно я не спрашиваю что ты хочешь она мне говорит она тут нет сомнется я поняла что она ну когда спросила она хочет порошок стирания думаю что это обычно шампунь для душ какую-то такую требуху даю почему бы не порошок я заказала и порошок вот тут целых три килограмма ними держаться на одной руке это эко ваш россиянский русский порошок он там с какой-то фигней типа отбеливателя он может стирать при 30 градусах может руками стирать ну смысле ручная стирка машинная стирка я им даже частично отмылась кастрюлю новую в которой яблочное варенье варила она в первый же день у меня пригорело причем ладно бы там сахару не размешался там просто тянул яблоки приваясь при спарились короче вот такой порошок он так сам по себе пахнет как ну не очень сильно как обычно стиральный порошок а вот когда вещи постираете вот они реально ничем не пахнут какая-то фигня приклеена но я его только на вайбрис видела я вам артикул тоже на него ставлю в инфобоксике если кто-то уже знаком с этим порошком дайте знать в комменты как вам а если кто-то не знаком и у вас напряги когда белье пахнет непонятно чем или очень сильно пахнет после стирки там такой порошок советую очень крутой прошел вообще вот у меня такой обзор моих заказиков свайберис и саптики ru следующие будут уход парфюм пустые баночки сводчики помадочек если хотите поддержать канал я буду вам рада скажу спасибо в титрах или даже может быть в 3 мили еще где-нибудь ну это тут где-то будет облака соответственно типа подержи лёльку ну и всем пока